Исходя из того, что мы, как всегда, очень сильно спешили, начало рассказа нашего путешествия мы начинаем с первого вечера в Вильнюсе, в ресторане под названием, на вид под каким названием? Вот этим сейчас я его не вижу. Вот такое название, непроизносимая игра слов. После многочисленных передислокаций, после пересадок с одного самолета на другой, после трансфера, после получения багажа, мы таки оказались в этом ресторане, вселившись в те апартменты, которые мы заказывали заранее. Ресторан очень оригинально выполнен, в очень старом стиле. Очень много помещений отдельных. Вот и по-настоящему первый день в Вильнюсе. Это еще не осмотр достопримечательностей. Первый день у нас немножко покупательный, так сложилось. Но пока мы находимся на Ратушной площади, я заодно снимаю. Памятник Дедеминусу, основателю Литвы. Гостиница Амбассадор. Улицы чисты, дома красивы. Много растений и много зелени. А, вальдовара... Коцаром. Амбассадор. Продолжение следует... 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 Православный храм Святой Троицы. Святой Терезы. И на дальнем плане мы видим ворота. Зари. Как было только что сказано тихо, на ближнем плане на вид кушают блинчики. Они же панкейки, они же не поймешь что. Все кушают разные, кроме папы. Ворота Зари. И здесь мы видим святые иконы Матери Милосердия. На территории этой улицы стикло и близлежащих окрестных улиц в годы Второй мировой войны находилась малое еврейское гетто. До этого это была улица ремесленников. Здание Вильнюсского университета, основанного в 1570 году. Один из старейших университетов Восточной Европы. Здесь находится очень большая библиотека с очень ценными изданиями. Мы прибыли, и Даня делает селфи, прибыли к одному из шедевров Вильнюса. Костел святой Анны. Ему более 500 лет. Выполнен в готическом стиле. Тут же рядом находится собор бернардинцев. Мы находимся в Ужуписе. В районе художников, музыкантов. Со своей конституцией, гимном, президентом. Граффити на стенах, монастырем. И находящимся на центральной площади ангела Ужуписа. Это герб Ужуписа. А здесь на стене находится конституция. Сейчас пойдем посмотрим. Гербус. Гербус. Гербуса. Может, в пару лет назад Вы найдете к ней, и найдете один из ваших языков, и посмотрим, что мы можем продолжить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся в еврейской части города. Это памятник Цемаху Шабаду, легендарной личности, доктору, который действовал в разных областях благотворительности, здравоохранения, учения и просвещения. Организовал центральные еврейские школы. Один из инициаторов основания Еврейского научного института. Восстановил вильнюсскую еврейскую общину. Также он был публицистом, редактором издания на языке идаш в Вильнюсе. Общенный еврейский восстановил, увеличил и просвещение, и газету организовал. Хоральная вильнюсская синагога. В сентябре 1903 года была открыта синагога. Здание, как мы видим, построено в евританском стиле. Это единственный, оставшийся после Второй мировой войны, еврейский молитвенный дом, сохранившийся из более чем ста синагог и молитвенных домов, действующих в Вильнюсе перед войной. Из Вильнюса родом известнейшие мировые кантеры. Грузинское народное блюдо – хачапури. Мы находимся в маленьком кафе, где подают всякие грузинские блюда. Лобио, хачапури. Дорогие названия я забыл, поэтому говорить пока не буду. Честно говоря, хачапури получили все, кроме меня. У меня осталась только чашка кофра. Исходя из соображения, что видно, я самый толстенький. И мне не положено. Это хачапури с яйцом и сыром. Были многие всякие виды хачапури. В том числе с беконом, с горохом, с фасолью и с шоколадом. На вид известная хохотуха. Вormе в Сахаре. Время и с беконом. Время и сахара. Время. 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 Мама, что там есть на домино? Когда мы поднимемся, мы будем видеть панораму города. Что там есть? Панораму города. Что там? Машни, ничего. Панораму города. Видишь, там сверху люди. Форта Дварос, где мы кушали два дня назад. Кафедральная площадь. Вверх можно подняться. Что будет на фуникулере? На башню Гадеминаса. Речь идет о ней. Сейчас мы туда поднимемся. Вот на этом фуникулере. Можно было, конечно, и пешочком. Но хачапури, хачапури, они не дают жизни. Так что будем уже пешочком. Пешок, что там? Вау. 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 Продолжение следует... 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 И меня не царь. Брат имени Нинец и мама. Мы во внутреннем дворе Таракайского замка. Закончилось наше пребывание в Вильнюсе и мы переезжаем в Ригу. Но в этот день мы не забыли посетить второй по значимости город Литвы Каунас. Мы находимся на самой длинной и самой красивой в Прибалтике аллее Лайсвест. Она тянется на пять километров. Дождик. Но это не пугает нас. Впереди по прогнозу должны быть хорошие дни. А день я не дождик. А это даже приятно. Исходя из того, что мы слышали, какая катастрофическая жара в центре. В центральной Европе и в Израиле.